Продолжение следует... А потом я передам слово нашим уважаемым коллегам из Киева, Алине, Михаилу и Степану, и они от себя скажут что-то тоже приветственное от компании Softprom, нашего партнера, и дальше мы уже пойдем, собственно говоря, по программе вебинара. Значит, вкратце о инструментах, которые у нас есть, которые вы видите у себя на экране. Сверху у вас должна быть такая карта мира или глобус, что ли, да, это вот инструмент, с которым вы можете выбирать язык, да, язык этой панели. Затем внизу вы можете выбирать способ общения, это либо по телефону, либо с помощью микрофона и громкоговорителей вашего компьютера или ноутбука. Затем вы можете поднимать руку для вопроса, для замечания какого-либо, да, то есть, чтобы вас заметили как-то. И внизу у вас есть возможность нам задать вопрос в письменном виде, то есть, грубо говоря, с помощью клавиатуры. Я думаю, что для удобства общения нам всем лучше вопросы оставлять на потом, то есть, у нас будет время после презентации на то, чтобы мы пытались ответить на ваши вопросы, потому что во время презентации это сложно, нам придется прерываться, нам придется как-то вас подключать, и я думаю, мы запутаемся, поэтому просьба все-таки это делать, вы можете, конечно, писать, но отвечать мы будем уже после презентации, да. Еще хочу сказать, что рядом со мной сидит мой коллега Виктор Миллер, который сегодня будет мне помогать, ассистировать, что касается техники нашей, да, то есть, помогать мне общаться с вами. Ну и на этом, я думаю, все, что касается вступления, и сейчас передаю слово нашим коллегам из Киева, Алине, Михаилу и Степану. Прошу вас. Алина, вы меня слышите? Алина, вы онлайн? Мы вас слышим, мы вас слышим. Слышно? Добрый день. Коллеги, это Степан Белопол, руководитель международного бизнеса hardware-дистрибьюции компании Softprom. Благодарю, Марк, за вступительное слово и готовность провести это замечательное мероприятие. Благодарю каждого партнера, кто присоединился к нашему вебинару. Я надеюсь, что в ближайшее время мы также проведем онлайн-сессию непосредственно в ваших странах, где будем присутствовать вживую и сможем пообщаться так же лицо к лицу. Я хочу напомнить о том, что наша компания занимается широким спектром дистрибуции, включая и системы обеспечения холода для сот, для лабораторий, для серверных. Также мы предоставляем решения по обеспечению питания, по бэкапам данных. Сейчас у нас открылось направление по управлению систем видеонаблюдения, как управление контентом, так и управление распознаванием разных вещей. Дополняем наш портфолио системами контроля доступа и так далее и тому подобное. Поэтому, коллеги, предлагаю вам рассматривать наше сотрудничество не только в направлении системы охлаждения, как очень важная часть любой инфраструктуры, а также обсуждать проект в комплексе. О чем помогут наши специалисты? Соответственно, мы сможем это сделать не с точки зрения как отдельный продукт каждой вещь, а как комплексное решение от АДА. Все. Всем благодарю за внимание. Передаю слово. Марк, обратно для начала презентации. Спасибо, Степан. Спасибо, коллеги из Киева. Как правильно сказал Степан, мы начинаем. Я думаю, сейчас все уже собрались, поэтому, как говорится, с места в карьер можем начать. Еще раз добро пожаловать на наш вебинар сегодня о компании Штульц, о продукции Штульц. Я подозреваю, что некоторые из вас, может быть, даже еще не знают точно, кто мы, поэтому начну с позволения именно с описания нашей компании, чтобы вы понимали, чем мы вообще занимаемся. Компания Штульц – это на самом деле группа компаний, и состоит она из двух основных, скажем так, частей. Это, собственно говоря, Штульц. То, что называется Штульц – это компания, которая занимается производством, сбытом, монтажом, пусконаладкой и обслуживанием прецизионных кондиционеров, чиллеров, центральных систем охлаждения и так далее, с оборотом где-то через 20 миллионов евро в год и общим числом сотрудников 2300 человек по всему миру. А также это компания Монтопласт, которая занимается разработкой и поставкой изделий для автомобилей промышленности, то есть комплектующих для автопрома. У этой компании оборот составляет примерно 780 миллионов евро в год, и здесь работают уже 4400 сотрудников по всему миру. Это вкратце о нашей компании. Что касается непосредственно Штульц, то есть того сегмента, который отвечает за прецизионное кондиционирование, здесь у нас всего есть по всему миру 10 производств, 19 дочерних компаний. То есть есть дочерние компании, которые занимаются и производством, есть которые занимаются только сбытом, обслуживанием и монтажом нашего оборудования. У нас всего более 130 партнеров по всему миру, в том числе компания Softprom, которая нас представляет на Украине, в Грузии и в Азербайджане. Как я уже сказал, около 2400 сотрудников по всему миру, и мы генерируем оборот в 420 миллионов евро в год. Вот видите перед собой нашу карту мира. Это только наши производственные предприятия, без других дочек, скажем так. Вы видите, что наше главное предприятие находится в Гамбурге, здесь у нас главные офисы производства. Кроме того, есть предприятия в Великобритании, в США, в Бразилии, в Испании, в Италии, в Индии, в Китае, два даже. И еще одно находится, опять же, в Германии. Занимается, собственно говоря, разработкой и поставкой решений для мониторинга и диспетчеризации. Об этом чуть попозже. Вот наша история вкратце. Компания была основана ровно 70 лет тому назад, у нас в этом году юбилей, можно сказать. Была основана господином Альбертом Штульцем Старшим, который вернулся с войны как раз в это время. Вы понимаете, что в это время в Германии царила, грубо говоря, разруха, поэтому люди старались создавать какие-то свои маленькие бизнесы, предприятия, чтобы поднимать экономику, поднимать снова, так сказать, жизнь в Германии. И, собственно говоря, с этого и началась история компании Штульц. Уже 9 лет спустя была основана первая дочка, опять же, в Германии. И затем в 1965 году мы пришли в климатизацию, то есть начали разрабатывать и выпускать систему кондиционирования. Довольно быстро мы поняли, что здесь стоит искать свою собственную нишу и занялись 6 лет спустя разработкой именно прецизионного кондиционирования для СОДов, для IT-оборудования. Тогда, вы сами понимаете, это все было достаточно еще ново, потому что компьютеры только появились на рынке массово, большие вычисленные центры. И, естественно, мы были одними из первых в этом направлении, что нам позволило себя хорошо зарекомендовать и стать лидерами на этом рынке, в этом сегменте рынка. Первые наши модульные системы мы разработали 6 лет спустя, в 1977 году. И, начиная с 1970-х годов, мы непрерывно разрабатываем и совершенствуем наши системы охлаждения, делаем их более эффективными, например, используя косвенное естественное охлаждение и совершенствуя наши системы управления Stuhl's Control. Вот видите, в правой части экрана это фотография реального вычисленного центра начала 80-х годов с нашим оборудованием. Вот эти вот синенького цвета шкафы, голубого цвета, да, это и есть кондиционеры Stuhl's того времени. В 90-е годы мы успешно продолжали работать в этом направлении и дальше совершенствовать наше оборудование. Что было в последние десятилетия, скажем так, да, в 2000-х годах и 2010-х годах? В 2004 году мы представили первую в мире линейку, серийную линейку с EC-вентиляторами компании BM Pubst. Это была линейка прецизионных кондиционеров CyberAir 1 или просто CyberAir тогда. В 2009 году мы представили эти кондиционеры уже с функцией прямого естественного охлаждения непосредственного, то есть воздухом снаружи, которое совершенствовалось наличием откидного теплообменника. В 1953 году мы представили новейшие инновативные холодильные машины для СОТ, CyberCool 2, о которых мы сегодня поговорим еще чуть попозже. В 2015 году мы реализовали вывод на рынок нашего новейшего поколения шкафных кондиционеров CyberAir 3 Pro. Это модифицированная версия CyberAir 3. И в прошлом году мы начали поставлять чиллеры типа Explorer. Это альтернативный вариант холодильных машин, которые мы поставляем. О них тоже чуть позже. В этом году мы дополнили наше портфолио системами дверных кондиционеров CyberRec. Это навесные кондиционеры для стоек. Вообще же мы занимаемся, как вы уже поняли, охлаждением на критически важных объектах. Это далеко не только СОТ, это естественно и телекоминдустрия, это и какие-то лаборатории, медицинские учреждения, чистые помещения в некоторых случаях. То есть везде там, где холод, где климатизация, кондиционирование воздуха играет роль для успеха миссии, скажем так, наших клиентов, мы готовы предоставить наше решение. Что же у нас есть? У нас есть большие, как это называют, периметральные кондиционеры шкафного типа Cyber3 Pro. Прошу прощения. Это максимально эффективные решения для охлаждения больших СОТ с использованием всех технологий и с большой адаптивностью, с большим количеством опций, что позволяет им быть очень гибкими и адаптированными под требования конкретного заказчика, под конкретный СОТ, если хотите. Это компактные решения Minispace EC, которые охлаждают малые, средние марш-залы. Пример, вот на Украине я сам был в гостинице Эдисон в Киеве, там стоят такие машины. В представительстве компании Evan под Киевом тоже такие машины стоят. Это вот примеры, где их можно использовать. Это компактное оборудование для собственных СОТ, то есть не для коммерческих больших СОТ, а именно для СОТ корпоративных, которые используют какие-то компании, офисы, может быть, больницы. Здесь также есть EC-вентиляторы. Решение очень проверенное, потому что мы выпускаем его уже долгие годы, постепенно, конечно, модифицируем. Поэтому следует иметь в виду, что у нас есть решение не только для больших помещений, для больших марш-залов, но и для малых и средних. Межрядные решения CyberO. Это решение, которое мы используем там, где у нас высокая плотность стоек, нагрузки тепловой, как правило, там, где нет фальшпола. Здесь воздух подается непосредственно в переднюю плоскость к стойкам, по идее, то есть мы охлаждаем без дополнительных потерь. Решение доступно для разных поставщиков стоек, для разных вендоров, то есть мы не привязаны к одному вендору какому-то конкретному. И у нас есть четыре разных системы охлаждения. Как я уже упомянул, в этом году мы начали поставлять дверные системы CyberRack. Это навесные двери на стойке, для стоек, которые позволяют нам, опять же, охлаждать высокоплотные цоды, помещения с высокой нагрузкой. Это сейчас просто обзор. Обо всем этом поговорим подробнее чуть попозже, естественно. У нас есть решение для довода воздуха. Это Air Modulator, Air Booster. Там, где у нас высокая плотность и там, где у нас... Мы просим прощения за небольшие технические неполадки. Здесь что-то у нас не срабатывает и почему-то у нас перелистывается автоматически презентация. Пытаемся это исправить в процессе. Так вот, эти решения нам позволяют воздух доводить для горячих точек. И обеспечивать охлаждение именно там, где оно требуется больше всего. То есть у нас есть, допустим, периметральные кондиционеры по периметру помещения. И вот до самых нагруженных стоек мы воздух доводим этими активными плитками фальшпола. Там, опять же, есть IC-вентилятор, если мы говорим о решении Air Booster, модели Air Booster. Очень простой монтаж, потому что по габаритам соответствует просто одной плитке фальшпола по площади, скажем так. CyberCool 2 – это наши новые, я бы сказал, уникальные холодильные машины для СОД. Давайте, может быть, не прервемся, сейчас я просто еще раз презентацию перезагружу. Может быть, с этим что-то связано. Так вот, это решение для СОД. Вы знаете, что, конечно, на рынке есть большое количество водохладителей. Мы не спорим, мы были не первыми, кто их начал предлагать. Но мы решили разработать и предложить на рынке решение, оптимальное для использования именно в СОД, с учетом потребностей СОД, что касается адаптивности, что касается естественного охлаждения и шумовых характеристик. Также у нас есть линейка Explorer, о которой я уже говорил сегодня. Это компактные чиллеры для широкого круга использования, не только для СОД, но в том числе, которые также можно осуществлять естественным охлаждением, которые есть в наружном и внутреннем исполнении. Вот здесь вы видите исполнение уже внутреннее для водяного охлаждения. Затем у нас есть линейка Tel Air 2. Это уже решение для охлаждения телеком-инфраструктуры. Это решение для охлаждения базовых станций, контейнеров и так далее. В том числе, опять же, можно использовать достаточно широко. Решение моноблочное, где у нас есть функция естественного охлаждения и где есть разные варианты подачи воздуха. Решение CyberHandler. Это решение центральное. Мы видим тренд на рынках мировых, который показывает, что все больше СОД охлаждается с помощью центральных систем. То есть мы зачастую больше не используем фреоновые кондиционеры внутренние, либо же чиллеры и фан-койлы. Мы используем центральные системы для больших СОД коммерческих. Это позволяет достичь очень низких ПУИ, значений ПУИ для охлаждения, зачастую чуть больше единицы всего-навсего. Это, я думаю, самое эффективное решение, опять же, в этих больших объектах, потому что, естественно, оно требует и конструкции здания, скажем так, под себя. Мы предлагаем, что интересно, мы предлагаем 11 типоразмеров, то есть мы предлагаем максимальную стандартизацию. Вы можете у нас выбирать из разных мощностей, из разных типоразмеров, из разных габаритов, скажем так. Поэтому мы считаем, что мы здесь, опять же, максимально адаптивны, что особенно важно для СОД, потому что здесь каждый проект имеет свои нюансы, и каждый проект – это отдельное решение под заказчика. И, кроме того, что у нас есть кондиционеры и чиллеры, у нас еще есть теперь система, я бы сказал, мониторинга. Это система, которая позволяет нам мониторить и управлять системами инфраструктуры СОДА. Мы это стараемся не называть DCIM, потому что DCIM – такое слово очень уже привычное, я бы сказал, зализанное, поэтому мы это называем именно системой мониторинга и управления. Хотя, в принципе, это соответствует тому, что на рынке подразумевается под DCIM. Теперь вообще пару слов еще о нашей работе. Мы стараемся позиционировать как лидер в сфере качества, потому что нам важно, чтобы наши заказчики были доволены нам не только в первый день, в день поставки, в день монтажа, в день наладки, а именно в процессе всего цикла эксплуатации. Как мы это достигаем? У нас есть, например, свой тест-центр в Гамбурге, где мы тестируем наши прототипы перед вводом их в серию, в серийное производство, перед запуском. Мы точно замеряем все данные, мы точно сверяем все данные, и только тогда уже наши кондиционеры и чиллеры запускаем в производство. Мы соблюдаем все принятые общемировые стандарты, вы знаете, ISO 9001, ISO 14001, например. У нас большие возможности для тестирования на всех наших заводах, не только для тестирования, что касается мощности, но вообще для прогонки оборудования, для тестирования электросчета и так далее. То есть мы так или иначе все оборудование, которое у нас выходит из завода, тестируем, чтобы быть уверенными в том, что мы выпустили действительно надежные кондиционеры и чиллеры. Мы сертифицируем наших партнеров и поставщиков, мы не просто даем каждому право нас представлять, а мы этих людей, эти компании обучаем, сертифицируем, поддерживаем их базу. Мы проводим аудиты поставщиков, то есть это не так просто стать поставщиком Штульц, нужно пройти целый ряд проверок, скажем так. И у нас, естественно, очень хорошо обученный высокопрофессиональный персонал. Мы, например, свои кадры готовим зачастую сами. Вот, например, Виктор учился у нас на производстве и, собственно говоря, всю свою трудовую деятельность. Он посвятил компанию Штульц, работаю у нас уже почти 10 лет. Скоро будет 10 лет. Поэтому мы берем зачастую людей со школьной скамьи и уже под себя, под свои требования, под свое производство их обучаем здесь профессионально и потом оставляем у себя работать. Это, опять же, одно из преимуществ компании с семейными узами. Мы компания, которая все еще принадлежит семье Штульц. И сейчас компания переходит в руки уже третьего поколения. Сейчас главой нашей компании является младший сын господина Альберта Штульца, старшего Юрген Штульц. Ему в этом году тоже исполнилось совпадение 70 лет. И он уже тоже постепенно дела передает своим сыновьям Александру, Марку, Оливеру и Кристофу. Кристоф является нашим непосредственным руководителем. Он является руководителем отдела продаж международных. Поэтому компания была, есть и будет в семейных руках. Это подчеркивает нашу надежность и лояльность. А также гибкость и динамичность, потому что у нас, грубо говоря, все сводится к семье. И все решения принимаются семьей, что достаточно быстро и прозрачно. У нас нет большого совета директоров из разных акционеров и держателей долей. У нас все это прозрачно. Я бы сказал, пирамида очень такая простая. И решения могут приниматься очень быстро. А также у нас большой опыт и экспертиза, потому что все это передается из поколения в поколение. И не только семья Штульц работает в третьем поколении, но и у нас есть на заводе другие семьи, которые работают здесь и в старшем поколении, и в младшем. То есть передается от отца к сыну, от матери к дочери и так далее. Это подчеркивает нашу преемственность, естественно. Мы очень сильно ориентированы на клиентов. То есть мы стараемся никогда не говорить «нет». Мы стараемся все, что технически возможно, все, что мы можем оправдать как-то перед самими собой, все, что мы можем реализовать, предложить нашим клиентам. Он находится в фокусе наших действий. Мы стараемся наше решение адаптировать под требования заказчика, конкретного заказчика, в частности, и под требования рынка, то есть, скажем так, совокупность заказчиков в целом. Мы стараемся ориентироваться на отраслевые потребности именно ЦОД. То есть мы не предлагаем охлаждение для бытовых объектов, скажем, для гражданских объектов. Конечно, это можно использовать, опять же, для таких объектов, но это не наш фокус, не наша цель. И стараемся ориентироваться на качество, и, что очень важно, на совокупную стоимость владения. То есть мы стараемся представлять максимально экономичные решения, которые не просто охлаждают воздух, а которые охлаждают это максимально экономично и доступно. А также с помощью наших партнеров и представителей всему миру предоставляем услуги по консультированию, поддержке, сервисному обслуживанию как можно оперативнее. То есть мы вас стараемся не оставлять один на один с кондиционером, с чиллером, а вы получаете поддержку в течение всего цикла эксплуатации, что, естественно, тоже очень важно и позволяет нам обеспечить вас надежными решениями по охлаждению воды и воздуха. И вот, собственно говоря, это мы, да, это наши сотрудники, с которыми вы так или иначе имеете дело или будете иметь дело в разных областях. Это наши сотрудники из отдела продаж, из коммерческой поддержки, из департамента R&D, то есть из департамента по конструкции и инновациям, скажем так. Это наши сотрудники производства и тест-центра. То есть все те, кто обеспечивают вот эту качественную, надежную, экономичную продукцию Штульц. Это вот те люди, которые за этим стоят. Чем же мы сейчас занимаемся? У нас есть ряд приоритетов на сегодняшний день. Это, во-первых, непосредственно жидкостное охлаждение, то есть для очень высоких плотностей, скажем так, для очень мощного оборудования, для очень мощных серверов мы используем уже не охлаждение воздухом, а охлаждение непосредственно материнских плат с помощью жидкости. Для этого мы разрабатываем решение совместно с нашими партнерами, с компанией Cool.IT. И таким образом мы готовы поставить решение и для самых-самых высоких плотностей, скажем так, для самых плотных серверов, для самых плотных стоек. Ну, плотных, конечно, в кавычках, это имеется в виду нагрузка тепловая. Кроме того, наш приоритет – это кастомизация. Вот вы видите перед собой кондиционеры, которые были разработаны специально под заказ. Конечно, здесь для нас важны объемы, то есть, наверное, мы не сможем разработать очень специфичную машину для заказа с небольшим объемом, скажем, в 1, 2, 3 кондиционера. Вот то, что вы перед собой видите, это заказ на 120 кондиционеров у нас был, поэтому для него мы, естественно, разработали вот такое решение. Это более крупный, что ли, шкаф, более крупные габариты. Естественно, тепловенник тоже больше и, соответственно, больше и мощность, производительность такой машины. Это, вы видите, стандартное решение, и вот в сравнении с ним решение адаптированное под заказчика в данном случае. А также мы продолжаем совершенствовать нашу систему с косвенным естественным охлаждением. Мы были первыми на рынке, кто предоставил решение с динамическим естественным охлаждением, то есть с плавным переходом от одного режима работы к другому. У нас всего их четыре. Это естественное охлаждение, продленное естественное, смешанный режим и компрессорное охлаждение. И сейчас мы стараемся это максимально улучшить, максимально повысить эффективность, чтобы оставаться в этом сегменте лидерами рынка. Это позволяет нам экономить до 60% расходов, потому что у вас компрессорное охлаждение испарительное будет работать только в зимний период времени. Я думаю, что и для Украины, и для Грузии это очень интересное решение, потому что у вас есть холодная и прожительная зима. Ну, сравнительно, конечно, но я, в принципе, бывал там и там, поэтому знаю, о чем говорю. И вы сможете, может быть, не 60% сэкономить, но 50%, я думаю, точно, при настройке правильного температурного режима. Кроме того, мы компания, которая заботится об окружающей среде, не только потому, что это позволяет нам сэкономить электроэнергию, но и потому, что мы чувствуем себя ответственными за жизнь, за комфорт будущих поколений. Мы знаем, что мы не последний, кто будет жить на этой земле, поэтому, естественно, стараемся и нашим детям, нашим потомкам передать ее в очень хорошем состоянии. И для этого, собственно говоря, и разрабатываем максимально эффективные решения, которые потребляют как можно меньше энергии, обеспечивают как можно меньше вредных выбросов в окружающую среду и сохраняют наше природное наследие. Теперь более подробно о наших продуктах и решениях. Продукты Штульц. Начнем с охлаждения помещений Cyber Air 3 Pro. Это новейшие кондиционеры Штульц, которые обеспечивают охлаждение, как правило, больших северных, больших марш-залов. Диапазон производительности от 30 до 150 кВт примерно, опять же, зависит от ваших нагрузок, зависит от ваших вводных данных, то есть температур, влажности, напора и так далее. Это отдельный выносной вентблок, который ставится в фальшпол и создает меньшее потребление, потому что у него меньше потери давления с помощью подачи воздуха непосредственно в фальшпольное пространство. Это EC-компрессоры по желанию заказчика и EC-вентиляторы во всех наших кондиционерах по умолчанию. Это разные системы охлаждения, в том числе эффективная система естественного охлаждения GE, GES. Шесть типоразмеров, что делает решение максимально адаптивным для ваших потребностей, для ваших объектов. И также есть возможность в ряде случаев использования прямого естественного охлаждения. А также, как всегда, у кондиционеров Штульц это большой выбор опционального оборудования. Увлажнители, нагреватели, разные подставки под фальшпол, разные системы диспетчеризации возможны, ASUS, то есть протоколы Modbus, BACnet, SNMP и так далее. Плавный пуск компрессора, естественно, если это необходимо. И другие, разные другие опции, которые помогают это решение сделать кастомизированным, адаптированным под ваши требования. Это решение Cyber3. Это кондиционеры моноблочные, с вентилятором встроенным внутрь кондиционера, то есть не под фальшполом. Диапазон мощностей здесь 17-103 кВт, опять же, зависит от ваших условий работы. Всего 8 систем охлаждения и 5 типоразмеров. У нас здесь также присутствуют IC-технологии в виде IC-компрессоров частично, по желанию заказчика опционально, и IC-вентиляторов во всех кондиционерах. Кстати, мы используем вентиляторы с крыльчаткой и с композитных материалов, что делает их наиболее эффективными и надежными. Это наличие электронного ТРВ во всех модулях, во всех кондиционерах. Это возможность прямого и косвенного естественного охлаждения. Три типа холодогента. R410A, R470C и R34A. Подача воздуха вверх или вниз. Наличие гибридных систем с резервированием, то есть две системы охлаждения, например, фан-коил и фреонная система в одном блоке, в одном корпусе. И опять же большой-большой выбор опций. Нагреватели, увлажнители, подставки, воздуховоды, какие-то специальные фильтры, диспетчеризация и т.д. и т.п. Это фан-коилы для периметрального охлаждения ЦОТ. Это система Cyber Air 3 Pro, теперь уже CW, то есть с водой в качестве холодоносителя. Здесь у нас диапазон 25 или 220 кВт приблизительно. Здесь у нас максимально экономичный вентилятор, за счет того, что они опять же ставятся в отдельном вент-блоке в фальш-полу. Можно сделать и исполнение для установки над фальш-полом, то есть у вас будет вызывать воздух только вниз, но опять же это будет менее эффективно с точки зрения потребления энергии. Здесь максимально габаритные теплообменники, потому что мы используем все пространство над фальш-полом для теплообменника. Это прекрасное соотношение производительности и габаритов. У нас очень хорошие коэффициенты ER и IR, это коэффициенты эффективности использования энергии в кондиционерах. Это, как я уже сказал, новейшие СИ-вентиляторы, крыльчатки из компонентных материалов максимального диаметра. И воздух может подаваться вниз или вверх, если у нас решение моноблочное без выносного вент-блока. А также мы можем использовать в ряде случаев прямое естественное охлаждение в качестве опции. В стандартной комплектации у нас идет двухходовой регулирующий клапан водяной. Вот как эта система работает. Вы видите, у нас есть варианты подачи воздуха вниз или вверх. У нас есть три типа теплообменников. Дело в том, что не все теплообменники оптимальны для любого температурного графика. Зачастую требуется менять геометрию теплообменника, чтобы адаптировать его под определенный график температурный. Поэтому у нас есть три варианта на выбор для температур воды более низких, более высоких и средних, скажем так. У нас, как я уже сказал, есть во всех машинах большие СИ-вентиляторы диаметра 630 мм. Чем больше вентилятора, тем меньше потери, тем тише и эффективнее он работает. И, естественно, обеспечивает повышенный расход воздуха в сравнении с предыдущими поколениями. То есть, грубо говоря, вы сможете из такой машины просто выдуть больше воздуха сравнительно. Minispace – это решение для небольших помещений, как я уже сказал. Здесь у нас диапазон 5-25 кВт, два типа размера, три системы охлаждения. Фреоновая с выносным конденсатором воздушного охлаждения, со встроенным конденсатором водяного охлаждения или водогликолевого охлаждения и фан-коил. Это наличие для модулей с выбросом воздуха вниз опции прямого естественного охлаждения. И вариант с подачей воздуха вниз, вверх или методом вытеснения, дисплейсмент, что очень эффективно, потому что вы не нарушаете естественный воздухооборот. Когда воздух, нагреваясь, поднимается у вас вверх. То есть, мы выдуваем его в плоскость над фальшполом вперед. Он постепенно нагревается, поднимается вверх и забирается кондиционером уже снова сверху. Опять же, в каждой такой машине у нас используется вентилятор, но здесь с крыльчаткой из алюминия. Решение для высокой плотности – это, в первую очередь, наши межрядные кондиционеры CyberRow с производительностью 20-58 кВт, с системой охлаждения Freon, вода, либо система у нас с побочным естественным охлаждением косвенным. Воздух подается налево и направо непосредственно к стойкам. Мы не имеем здесь потерь из-за воздуховода в виде фальшпола, например, или фальшпотолка. Мы можем решение это использовать как в закрытых проходах, холодных либо горячих, так и в открытых проходах, то есть, скажем так, там, где у нас нет перекрытий. Здесь также есть EC-вентиляторы, причем они у нас регулируются поуровнево. У нас есть три уровня регулирования – верхний, средний и нижний. То есть, мы можем, например, верхним севером, которые у нас потребляют больше энергии, подавать большее количество холода, большее количество воздуха. Нижним, которые потребляют меньше энергии – меньше. Создавать такие зоны в стойке – верхнюю, среднюю и нижнюю. И у нас здесь есть в ряде моделей EC-компрессор. То есть, по желанию, вы можете, опять же, применять EC-компрессор, если у вас нагрузки колебаются. Всего шесть типоразмеров, три ширины, две глубины, то есть, три варианта по ширине – 300 мм, 400 мм и 600 мм и 2 по глубине, которые адаптируются легко под стойку. Можно совмещать со стойками разных производителей без дополнительной адаптации. То есть, мы не привержены определенным каким-то поставщикам. Мы предлагаем наше решение для широкого ряда поставщиков. Не буду сейчас соглашать все имена, но, я думаю, вы сами знаете, кто им есть на рынке. Конечно, не всегда, наверное, подходит по цвету, но мы можем заказывать спеццвет у нас, естественно, то есть, это тоже не вопрос. Можем поставить вам легко такой вариант. У нас всего, как я уже сказал, три уровня регулирования. В каждом по два датчика. Два датчика сверху, в середине и снизу. Один датчик сзади, датчик воздуха рециркуляционного. Один датчик спереди, датчик воздуха приточного. И наши вентиляторы у нас регулируются по дельт температур. Рециркуляционный, приточный воздух. А компрессор или водяной клапан по температуре приточной. Доводчики, активные плитки фальшпола, Air Booster и Air Modulator. Это стандартные плитки фальшпола, которые оснащаются вентилятором, если мы говорим об Air Booster, либо же оснащаются заслонкой, воздушным клапаном, для регулирования направления воздуха и объемов воздуха. И используется там, где у нас требуется воздух, скажем так, доводить до наиболее нагруженных стоек, наиболее нагруженных северов. То есть, допустим, у нас есть некое общее воздушное пространство в фальшполу, но, естественно, есть наиболее горячие, что ли, скажем так, стойки. И вот, чтобы обеспечить их охлаждение, мы воздух до них дополнительно доводим с помощью этих устройств. Это решение, которое можно использовать как в новых помещениях, так и для адаптации до оснащения имеющихся объектов. Там, где у нас есть проблемы, например, с горячими точками, горячими зонами, там этим решением эту проблему можно устранить, по крайней мере, частично или временно. У таких устройств свой контроллер, своя система управления автономная, и также они работают своим датчиком. То есть, их можно осуществлять датчиками давления, либо температуры воздуха. Центральные системы AHU, Air Handling Units, это система Cyber Handler 2. Диапазон холлопределительности у нас 30-520 кВт, опять же, зависит от ваших условий работы. Используется прямое и косвенное естественное охлаждение. Поскольку у вас все это ставится снаружи, у вас, как правило, небольшие затраты на установку. У нас есть и варианты для внутреннего монтажа, как бы такое тоже имеется. Это модульная конструкция, которую можно легко наращивать, дополнять, дооснащать на объекте. В качестве опции предлагаем адиабатику, то есть, адиабатическое охлаждение там, где у нас сухой климат, например, Киев, я бы сказал, континентальный климат, или, допустим, Львов, Харьков. Там это решение, я думаю, очень хорошо можно использовать, потому что вы используете, скажем так, сухость наружного воздуха и, соответственно, охлаждаете с помощью, можно сказать, орошения. В качестве стандарта у нас здесь тоже ИСИ-вентиляторы с крыльчаткой и с композитных материалов. Чиллеры. Cybercool 2, я бы сказал, вся наша гордость, это чиллеры, которые разработаны именно для ЦОД, потому что в ЦОД свои прелести жизни, я бы сказал, свои требования. Мы имеем здесь варианты с компрессорами винтовыми, которые работают в диапазоне 400-1400 кВт, имеют в качестве опции естественное охлаждение, имеют большие теплообменники, что обеспечивает их эффективность, имеют винтовые компрессоры, которые могут быть либо регулируемыми, либо нет, имеют в качестве опции функцию быстрого перезапуска, чтобы выйти на прежний уровень работы очень быстро после восстановления питания, имеют откидные вентиляторы, потому что мало просто поставить эффективную машину на объект, а нужно обеспечить ее эффективность в течение всего цикла эксплуатации. И чтобы это сделать, мы должны очищать теплообменники. Для этого мы предоставляем возможность вот так вот откидывать вентиляторы наверх и, скажем так, запускать шланг керхера внутрь машины, потому что мало чистить только снаружи, нужно еще и изнутри. А также у нас есть в качестве опции программируемый блокнот питания, что обеспечивает надежную эксплуатацию в случае перебоя, в случае переключения питания с одного на другое. И, естественно, опять же, в качестве опции плавный пуск, тоже очень важно для таких больших машин. А также другие опции, опять же, диспетчеризация, разные защитные фильтры для теплообменников, в желании можно строить насосы и так далее и тому подобное. Вот вы видите преимущества этих машин. Это большие конденсаторы микроканальные. Они, во-первых, имеют большую площадь, во-вторых, они достаточно тонкие. Если обычный теплообменник у нас, как правило, имеет толщину в 60-80 мм, то микроканальный у нас всего 24 мм по толщине, естественно, это создает меньше потери давления. Вентилятор у нас напрягается меньше и потребляет меньше энергии. У него меньше сопротивления получается в воздушном контуре. Это большие, опять же, теплообменники естественного охлаждения, потому что чем они больше, тем эффективнее у нас работает машина. И, что очень важно, мы обеспечиваем очень маленькую дельту температур, между температурой, например, воды на выходе или водогликолевой смеси на выходе и температурой начала полного фрикулинга, стопроцентного. У нас зачастую всего 8 градусов Цельсия. Допустим, вода на выходе 12, а фрикулинг начинается у нас с 4 градусов Цельсия. Это, я бы сказал, такой очень наглядный показатель. Если вы сравниваете чиллеры, то я рекомендую вам именно его сравнивать с другими поставщиками, потому что это то, как вы можете понять, насколько эффективно у нас будет работать машина. И многие его не раскрывают. Многие говорят, мы начинаем работать там на столько-то киловатт при такой-то температуре. Но это не соответствует 100%, понимаете? Мы же говорим четко, у нас полный фрикулинг, начиная с такой-то температуры. У нас изолированная компрессорная камера, то есть у нас компрессоры помещены в отдельный корпус, который обшит специальной изоляцией. И это нам позволяет понизить шумовыделение такой машины. Естественно, все это вентилируется, то есть там есть отверстия для воздуха, забора и для выпуска воздуха сверху. У нас в качестве опции можно устанавливать диффузоры. Это так называемые окситопы, которые создают специальное воздушное облако над вентилятором. И он у нас работает более эффективно, потому что он не распыляет воздух налево и направо, а он его подает строго по конусу вверх. И, соответственно, у нас понижается энергопотребление и шумовыделение такого вентилятора. Это максимально эффективный испаритель. Мы очень четко стараемся подбирать испарители под компрессоры, их совмещать. И, опять же, у нас очень низкая дельта между температурой испарения, очень маленькая дельта между температурой испарения и температурой воды на выходе. Зачастую 3 градуса Цельсия, что очень хорошо для сухих испарителей кожухотрубных. А также у нас массивная стальная сварная рама без заклепок из швеллера толщиной, или, скажем так, плотностью 16 килограмм на метр. Это действительно массивная сталь, которая придает прочность всей конструкции и которая обеспечивает ее долгую сохранность в процессе эксплуатации, в процессе монтажа, в процессе транспортировки. Зачастую рамы прогибаются под чиллерами, и это приводит к тому, что у нас лопаются теплообменники. И вы их уже на объекте вынуждены менять за большие деньги, и, опять же, чиллер у вас будет простаивать. Поэтому мало создать чиллер с очень эффективными комплектующими узлами типа компрессоров, испарителей, теплообменников, вентиляторов. Нужно всему этому придать еще очень надежную, прочную базу, то есть, скажем так, фундамент. У нас любой небоскреб начинается с фундамента, и любой чиллер начинается с рамы именно. И, опять же, эффективность конструкции подчеркивается низкой консерваторной линии, то есть у нас очень большие теплообменники, и у нас, вы видите, по габаритам они занимают больше половины высоты всего чиллера. Это очень тоже немаловажный фактор. У нас есть также машины со спиральными компрессорами, более компактные, как вы, например, видите на слайде, и более крупные всего, у нас диапазон от 50 кВт до 600 примерно. Это машины, опять же, для сот. Мы их разрабатывали с упором на сот. Они имеют в качестве опции естественное охлаждение, они имеют в качестве опции откидные вентиляторы для очистки теплообменников. Там, где у нас W-образные теплообменники, как на предыдущем слайде мы видели, они имеют в качестве опции программируемый ввод питания двойной, и по умолчанию имеют экономичный спиральный компрессор и большие теплообменники, максимально габаритные, а также максимально габаритные EC-вентиляторы, естественно. У нас есть альтернативная линейка Stuhlitz Explorer, чиллеры модельных рядов WSA и WPA. Вы видите, опять же, это модели с компрессорами винтовыми WSA и спиральными WPA, и диапазон соответствующий – 370-1260 кВт, либо 160-565 кВт для спиральных, поменьше, естественно. Это, опять же, машины для технически важных объектов, не только для отсодов, но и, например, для промышленности. Опять же, в качестве опции есть естественное охлаждение, у всех есть электронный ТРВ и у всех есть унифицированные комплектующие, то есть мы стараемся использовать не зоопарк компрессоров, а именно один тип компрессоров, один тип пускателей, один тип автоматов, чтобы у вас не было необходимости держать большой склад запчастей или наших партнеров. Ну и, естественно, эта машина максимально адаптирована под простоту и быстроту монтажа и подключение к гидравлическому контуру на объекте. У нас есть компактные водоохладители SABECULA-1 Outdoor. Это машины до 235 кВт холодильной мощности для малых и средних объектов, а также для решений, например, в медицине. Мы используем их зачастую для охлаждения томографов. Здесь также есть функция естественного охлаждения по желанию заказчика в качестве опции. Мы их выиспечиваем экономичными спиральными компрессорами. Машина имеет компактные габариты. Надежная конструкция. Вы видите этой машине, которую вы видите перед собой, самой конструкции уже более 10 лет. Недавно мы ее адаптировали, модифицировали, обновили. И, опять же, простой монтаж, подключение и ПНР на объекте. Штурц-эксплорер водяного охлаждения – это машины для установки внутри помещений, для подключения к градирни, либо к какой-либо другой системе охлаждения внешнего контура. Диапазон мощностей здесь 230 кВт-1530 кВт, то есть более полутора мегаватт. Всего 16 типов размеров. Винтовые компрессоры в комбинации с сухими кожухотрудными испарителями. Есть версия стандартная, есть низкошумная. И есть одной-двухконтурные модели. Это не шкафной кондиционер, это чиллер. Это чиллер для установки внутри помещений. Так называемый Штурц-индор-дейта-чиллер. 20-100 кВт. Косвенное естественное охлаждение возможно. Возможна также система с выносным кондиционером воздушного охлаждения, либо со встроенным водяного охлаждения для градивни. Габариты максимально компактные. У нас есть три системы охлаждения на выбор. Как я уже сказал, у нас есть встроенные насосы для внутреннего контура, то есть для того контура, который поставляет воду непосредственно нашим потребителям, например, стойкам или томографам. И таким образом мы можем разделять два контура. Контур внутренний у нас будет без глюколя, потому что он никогда не замерзнет внутри помещения. Контур наружный, там, где это требуется, может задержать глюколь. Все узлы этого чиллера доступны спереди, то есть вы можете просто их обслужить, открыв дверцы передние, и нужно его отодвигать, передвигать, как-то демонтировать и так далее. Это обеспечивает дополнительное удобство и простоту обслуживания и эксплуатации. Охватение базовых станций, телекомобъектов и так далее. Для этого у нас есть разные модели. Модель Wall-Air для установки наружной, вне помещения. Опять же, экономим пространство внутри. Диапазон у нас примерно 4,5-15,5 кВт. Есть функция в качестве опции прямого естественного охлаждения. Есть функция менеджмента давления. Очень важно, потому что, как правило, такие объекты у нас удаленные и требуют перезапуска машин без вмешательства, без выезда на объект. В качестве опции C-компрессор, в качестве базового решения, то есть по умолчанию микроканальный конденсатор из высокопрочного алюминия, решение моноблочное, то есть готовое к установке, к использованию на объекте достаточно быстро. Требуется просто монтаж и подключение электрических кабелей, а также, может быть, отвода конденсата, дренажа. И опять же, функция автоперезапуска после восстановления питания. То есть питание пропадает, машина, естественно, встает, питание вновь появляется, а машина перезапускается сама. То же самое, только для установки внутри помещений. Это модельный ряд тел ER2. Опять же, моноблочный, готовый к эксплуатации очень быстро, немедленно, можно так сказать. Варианты подачи воздуха здесь у нас вниз, вверх или displacement, то есть вытеснением, о чем мы уже говорили ранее. Функция менеджмента давления нам помогает, опять же, перезапускать их, и функция автоперезапуска после восстановления питания, что очень важно для удаленных объектов, базовых станций, контейнеров и так далее. Кстати, можно использовать, естественно, не только на телеком-объектах, можно использовать и для слоунтинг-батарей, можно использовать для объектов на железных дорогах, мы очень успешно их используем. Например, в Германии, в Испании у нас есть очень много таких объектов, контейнеров на путях, скажем так, для телеметрии. Split Air 3 – это система уже двухблочная, там есть ККБ и блок испарителя. Машина приходит с завода, опять же, готовая к немедленному использованию. Freon находится у нас в ККБ, заправка. Требуется просто все смонтировать и провести трубы. Опять же, функция менеджмента давления и перезапуска после восстановления питания. В качестве опции C-компрессор, в качестве стандартного оснащения C-вентилятор, испарителя. И диапазон, вы видите, у нас примерно 5-15 кВт. Free Air – это устройство для дооснащения базовых станций, там, где у нас есть бытовая сплит-система, которая работает, естественно, круглый год, без естественного охлаждения, потому что там это не предусмотрено, как правило. Так вот, там мы можем все это дополнять, оснащать кондиционерами Free Air, которые у нас будут дополнять компрессоры, испарительное охлаждение в холодное время года или суток. Здесь у нас, видите, есть разные, опять же, модели от 3 до 6 кВт. Есть, опять же, функция перезапуска после восстановления питания. И такие машины оснащаются у нас C-вентилятором. То, что вы сейчас видите на слайде, это модель для монтажа внутри. Также есть, естественно, похожая модель для монтажа снаружи. Решения лабораторные для медицины, для лабораторий, архивов. Это, как видите, в принципе, обычный шкаф, шкафной кондиционер, но адаптированный под лаборатории. До 20 кВт холода поставляет, и примерно столько же тепла, потому что это решение и отличается тем, что оно может работать в помещении без нагрузки, без тепловой, то есть может само себе создавать нагрузку тепловую. Соответствует требованиям немецкого стандарта VDI 6022 по гигиене. Возможно очень точное регулирование температуры и влажности, даже при отсутствии нагрузки, как я уже сказал. То есть мы можем, не имея источников тепловыделения, здесь регулировать температуру и влажность. И севентилятор и компрессор в этой машине находятся. В принципе, это стандартное решение на базе линейки CyberR3, только адаптированное именно под лаборатории и под объекты с нулевой нагрузкой, скажем так. Поэтому здесь используются те же проверенные, оправдавшие себя комплектующие, высококачественные из линейки CyberR3. И теперь уже решение для мониторинга и менеджмента комплексной инфраструктуры SOT, то есть, грубо говоря, DCIM, если хотите. Это для нас, я бы сказал, новинка. Мы вышли на рынок DCIM в качестве SP. У нас есть SP с компанией Digitronic, с которой мы работали и ранее, здесь в Германии, непосредственно на местном рынке. И вот недавно мы с ними создали SP, совместное предприятие, для разработки нашего общего решения именно для SOT. Называется оно ECO-DC, CyberHub ECO-DC. Это решение, которое вам предоставляет адаптивное меню, обзорное, так называемый дэшборд, которое визуализирует и регистрирует аварийные сообщения в помещении, которое помогает при архитектурном планировании, потому что там есть возможность трехмерного изображения помещения, расстановки датчиков, их конфигурации и так далее. Это различные варианты анализа и сбора данных. То есть вы можете их собирать по помещениям, по SOT, по проходам и так далее. И вы имеете возможность использования большого количества протоколов обмена данными. Протоколов обмена данными. То есть мы используем здесь SNMP, HTTP, Modbus RTU, Modbus IP, сейчас готовится Profibus и BACnet. Может быть, будет в будущем еще и LON в качестве дополнения. Поэтому это все может использоваться очень широко. И, собственно говоря, это последний наш слайд. На этом мы подходим к концу презентации. Я еще раз хочу представить нас и нашего партнера, компанию Softprom. Как видите, мы находимся в Гамбурге. Это наш главной офис и наши, скажем так, координаты главного офиса. А главный офис компании Softprom находится в столице Украины, в городе Киеве. Вот их адрес, телефоны и электронная почта. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы по рынкам Украины, Грузии, Азербайджана, пожалуйста, обращайтесь к нашему дистрибьютору, к нашему партнеру компании Softprom. И Алина, Михаил, Степан и их коллеги вам помогут по всем вопросам. На этом почти все. Я уже вас заранее благодарю за внимание, за то, что вы нашли и уделили нам время. Прошу прощения за ряд недочетов. Я видел, что в презентации были некоторые еще изъяны. Это наша первая такая презентация, поэтому, естественно, мы ее доработаем. И я надеюсь, что мы с вами еще увидимся вот в таком формате, либо, может быть, даже лично, и сможем вам предоставить обновленную информацию, может быть, уточненную информацию, более подробную информацию. А сейчас, я думаю, у нас еще есть время для вопросов для ваших, для замечаний. Значит, у нас по-прежнему присутствуют коллеги из компании Softprom, Алина и Михаил, поэтому, если у вас есть вопросы по коммерческой части, я думаю, ответят они. Если вопросы есть по технике, скажем так, то, я думаю, этот вопрос уже ко мне. Поэтому, я думаю, мы можем начинать. Не стесняйтесь. Вопросы можно задавать в письменном виде и в устном виде, скажем так, с помощью микрофона. Вот у нас уже есть первый вопрос, где можно будет поговорить о некоторых технических плюсах и минусах монтажа обслуживания и ремонта кондиционерных штульц. Значит, минусов у нас, конечно, нет. Сразу скажу, у нас есть только плюсы. Ну, я думаю, что эти вопросы вам стоит задавать нашему партнеру компании Softprom. Я думаю, на большинство из них они смогут ответить сами. Что они смогут, адресуют нам. Мы их поддержим. Поэтому здесь ваши друзья и товарищи – это Михаил, Алина и их коллеги. Михаил, может быть, ты дополнишь что-нибудь по этому поводу? Добрый день всем. Спасибо, Марк, за проведенную презентацию. Еще раз напомню, что компания Softprom является официальным дистрибьютором, партнером Штульц на территории Украины, Грузии и Азербайджана. И по всем вопросам, связанным с технической поддержкой, сервисной поддержкой, помощью в проектировании, вы можете смело обращаться к нам. Мы вам всегда поможем и будем рады эксплуататорному сотрудничеству в этой сфере с вендором Штульц. Если есть какие-то вопросы касательно коммерческой части, прошу задавать. Или также мы вам потом вышлем, всем, кто участвовал, в какой-то небольшой краткой резюме по данной вебинару, где будут контакты. Вы можете адресовать их уже или посредством e-mail, или обращаться непосредственно в наш региональный офис, или напрямую в наш главный офис. Если какие-то технические вопросы, также не стесняйтесь, задавайте, постараемся ответить, насколько это возможно сейчас или уже потом, если вопросы будут требовать более длительной проработки. Что-то вопросы у меня у кого нет. Руслан, я думаю, вам непосредственно лучше обратиться, тогда уже будет к Михаилу и его коллегам по этим вопросам. Вам тоже большое спасибо за участие, было очень приятно с вами здесь познакомиться. Так, дамы и господа, я думаю, мы еще пару минут подождем, чтобы дать вам возможность сформулировать свои вопросы и замечания, предложения, и затем уже официально закончим этот вебинар. Я доработаю презентацию, и я думаю, до конца недели вышлю ее Михаилу для дальнейшего распространения. Спасибо. 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 Спасибо.